Ты хочешь попасть в IT, но не знаешь, как это сделать? Или ты уже внутри IT, но не знаешь, как развиваться дальше? У меня есть отличные советы для тебя, которые помогут тебе избежать типичной ошибки новичка и уберегут твой лоб от граблей, которыми я себе весь свой отбил. Меня зовут Олег Козырев, я уже более шести лет в IT. За это время я успел поработать в нескольких биг тех компаниях России. Так что подставляй ладоши, я отсыплю тебе 10 советов из своего опыта и опыта моих учеников. Начнем? Десятое место. Пойми, а надо ли оно тебе? Многие люди сегодня смотрят на IT как на популярную отрасль, где платят большие бабки. И только лишь бабками ведомые они идут туда изучать программирование, думают, сейчас все быстренько освоят, мешок денег им дадут и все будет замечательно. Но забывают про то, что это все-таки тяжелый труд осваивать новые знания и, как ни странно, работать. И если тут даже малейшего интереса не вызывает, а то еще и больше отвращения вызывает, то мне кажется, будет достаточно сложно справиться с этим и преодолеть этот длинный путь. Поэтому четко реши, надо ли оно тебе, интересно ли оно тебе и после этого двигайся. У меня были примеры учеников, которые по такой наивности, глупости начали изучать и у них ничего не получалось. Они тупо не делали домашку, потому что не хотели. Но признаться себе в этом они боялись. И в итоге я сперва думал, что я просто плохо преподаю, я даже чуть не выгорел. Но потом мы разобрались и все-таки они решили, что есть занятия поинтереснее для них. И вполне себе нормально живут сейчас. Осознав четкую причину, зачем тебе программировать, почему тебе это интересно и надо ли оно тебе, ты можешь переходить к следующему совету. Девятое место. Заведи себе LinkedIn. Казалось бы, все ищут работу на Headhunter. Нахрена нам еще какая-то платформа? Но LinkedIn твой стратегический шаг в развитии своей карьеры. Поскольку LinkedIn это не только какие-то там вакансии, которых там на самом деле меньше, чем на том же Headhunter или Hubber карьера. Там просто можно вести свой персональный блог, выстраивать свой личный бренд. И начинать это лучше делать с нуля. Нескончаемый капитал это люди. Ты можешь познакомиться с различными инженерами из разных компаний. В конце концов пообщаться, что из себя представляет та или иная профессия, которую ты хочешь выбрать. Может ты банально не знаешь, хочешь ты быть бэкэндером или фронтэндером. Берешь несколько человек из какой-нибудь компании уважаемой, которые тебе нравятся, опрашиваешь, личку пишешь, беседуешь и так далее. Кроме того, можешь пообщаться с HR менеджерами напрямую и спросить, у вас там как стажировочки какие-нибудь намечаются, нет? Короче, общение человек с человеком, а не как на Headhunter с роботами, с какими-то туда пуляешь и все. А если ты еще и будешь блок активно вести, то еще и свой личный бренд начнешь выстраивать. То есть вкладывайся в это, и это окупится, поскольку даже если ты просто будешь общаться, тебя уже плюс-минус запомнят, а потом еще, может, вспомнят, когда куда-нибудь захотят пригласить на вакансию, на конференцию или просто на какую-нибудь движуху. Вот, к примеру, этим сентябрем я ездил на конференцию в Ильяновск, и вы как бы думали, меня пригласили туда именно из-за моей активности на LinkedIn. И в целом, если тебе интересна тема LinkedIn, чтобы я ее поподробнее раскрыл, как там вести блог, как лучше взаимодействовать, какие посты там лучше публиковать, как следить за статистикой, пиши об этом в комментариях, я подумаю о том, чтобы снять отдельный ролик, если таких комментариев будет много. Общение это, конечно, хорошо, но одним общением сыт не будешь. Так что восьмое место. Найди себе ментора. Круто было бы найти человека, который шарит уже в той области, в которую ты стремишься попасть. Ну, к примеру, есть бэкэнд-разработка. Находишь бэкэндера на нужном тебе языке программирования, и он вполне себе тебя может провести по этому сложному пути, сказать, что в приоритете, какие знания тебе нужны, какие можно потом доучить и так далее. Таким образом, акценты будут расставлены верно. Твой путь, он будет более, что ли, комфортный. Плюс ко всему, если человек будет проверять твои домашки условно, да, то он сможет подсвечивать моменты, которые важны на практике, а не просто из академических интересов. Кроме того, работа с ментором, она персональная, а не как вот на массовых курсах, у тебя там типа 100-500 учеников, один проверяющий и так далее. Почему еще важно работать с ментором? Потому что он может тебя сориентировать грамотно, просто профориентацию минимальную сделать. У меня, например, ученик был, которому я спросил, а у тебя какие планы? Вот он ко мне пришел, говорит, хочу позаниматься программированием на год, и какие у тебя планы? Он такой, ну я, наверное, у тебя позанимаюсь год, потом, короче, в универ на 5 лет, наверное, пойду, а он уже заканчивал универ по другой специальности, и тогда, наверное, через 6 лет я устроюсь в IT. Я говорю, воу-воу-воу-воу, чувак, давай просто с тобой год позанимаемся, даже меньше. Ты кладешь на какую-нибудь стажировку, спокойно себе устроишься и будешь жить приправающе. Чтобы такие моменты решать, вполне себе ментор очень важная вещь. А вот не распыляться, кроме ментора, поможет еще и правильная расстановка приоритетов. Поэтому седьмое место. Расставь приоритет. Можно с помощью ментора, можно самостоятельно, можно как-то комбинировать, но, тем не менее, это важный момент. Например, ты какой-то молодой студент, который там только что школу закончил, Почему бы и не пойти, и не получиться в ВУЗ? Получить вот это фундаментальное образование, такое горизонтально очень много всего потрогать, по чуть-чуть. Тут PHP потрогали, тут GO потрогали, тут плюсы, тут база данных, сети и так далее. Но только ВУЗ, конечно, нужно выбирать с умом. Но если тебе уже много лет, и у тебя семья, дети, ну, конечно же, тебе все-таки семью надо тянуть, деньги нужны, на работу нужно побыстрее залетать. Поэтому в данном контексте лучше выбрать какие-то знания, которые максимально приоритетные для новой должности. Например, там, не знаю, изучить, подгрыз и язык программирования, вот и с базой уже умеешь работать. Все, минимально берут. Остальные знания можно дальше уже наверстывать. Главную задачу ты выполнил. Ты закрыл минимально себе вопрос там по деньгам, и семья твоя, что ты можешь кушать. Поэтому, друзья, все зависит от контекста. И знаете, есть такая формула интересная, распределение того, как мы лучше обучаемся, да? 60% знаний мы получаем на работе, выполняя рабочие задачи. 30% знаний где-то так мы получаем из общения с коллегами. Ну, то есть кто-то опытом обменялся туда-сюда. И лишь 10% мы получаем, проходя какие-то курсы, книги. Вот этот процент, он может гулять, но логика понятна, да? Отсюда вытекает история, что если ты слишком долго засиживаешься на обучении, то рискуешь очень маленький КПД расходовать. У тебя максимум 10%. Даже если очень хорошо будешь учиться, 10% всего от общего функционала, лучше быстрее искать какую-нибудь стажировочку. Там уже практически опыт получать. Гораздо больше ты с этого возьмешь, чем просто будешь сидеть в учебниках еще лишний годик. А если ты еще с прошлого совета задумался о менторинге, но не знаешь, как вообще с этим разобраться, то смело пиши мне в Телеграм, я тебе все расскажу, покажу и сориентирую. Ссылочка будет в описании. Тут, конечно, может кто-то мне возразить, что типа, как это на работу без фундамента человек выйдет? Лучше сперва в университете фундамент закрепить. Ну, пожалуйста. Человек выходит, минимальную базу получил, и дальше уже на практике и доучиваясь, вот эту базу себе наращивает. Ну, мне говорят, ну, извини, так он там уже забьет на все, потому что он денег много получает, латы пьет, и все замечательно у него. Так он в универе так же может болт на все забить, и ничего особо не приобрести, и потом так же пойти на работу. Так что тут все зависит именно от человека в большей степени. Да и опять же, легко, конечно, рассуждать, когда у тебя все на мази. Родился где-нибудь там в столичную школу, пошел, у тебя хорошее плотное образование, школьное, сразу дальше в айтишный вуз, и потом аккуратненько через стажировочки ты вот уже и тимлит в 25. А если ты в деревне какую-нибудь родился, или школу к хренам закрыли, и у тебя из вариантов там завод в райцентре, да, или, я не знаю, коров пасти, которые померли. Ну, как бы, немного разные, да, приоритеты становятся. Так что надо задумываться об обстоятельствах. Ну, учеба учебой, а отдыхать тоже не нужно забывать. И шестое место в нашем хит-параде, как говорится, это умение отдыхать. Как оказалось, отдыхать сложно, и это важный навык. Я имею в виду про качественный отдых, потому что отдых завалиться на диван, он не всегда будет качественным. Качественным отдыхом является скорее смена деятельности. И это иди себя еще, попробуй заставь. А иногда еще и на работе так прижмет, что, ой, да надо все-таки, наверное, посидеть подольше. А еще и развиваться надо. Ой, да к черту этот отдых. И он ускользает из внимания. А чем больше ты без отдыха находишься, тем ты больше устаешь. КПД твое снижается. Я вот, например, постоянно испытываю эти проблемы, то, что мне нужно отдохнуть, но я такой, ну, у меня тут еще дела. Ну, поэтому я хотя бы минимально себе смену деятельности зафиксировал. Я вот хожу на вокал, учусь тут петь потихонечку, ну, и лучше речь становится. В театр хожу, ну, не в смысле смотреть на представления, а заниматься. Ну, и тут еще, думаю, может быть, какой-нибудь спортик в это все дело воткнуть, чтобы еще больше смены деятельности была. Так что не забывайте об отдыхе. Это очень важно. А то потом ведь к психологу заколебетесь ходить. Кстати говоря, про отдых. Если хочешь посмотреть, как я отдыхаю, работаю, ну, и в целом живу свою жизнь в IT, то залетай ко мне в телеграм-канал, я там всякое разное публикую. Ссылочка будет в описании. Ну, и лайки там, комменты. Пообщаться можно в комментариях без проблем. Отдых, конечно, дело хорошее, но тут главное не переборщить. А то ведь заотдыхаешь, и что деградируешь к чертям. И нужно все-таки возвращаться к обучению. Пятое место. Научись учиться. Если чем-то заниматься, то стараться в этой деятельности преуспеть. Лучше и лучше становиться. И в том числе и обучение. Нужно учиться учиться. Есть замечательный курс на КУСРе, который обучает этому навыку. Я рекомендую тебе его пройти. Знаешь, у меня как бывало в школе, тоже помню, одноклассница, вот она реально была очень трудолюбивая. Учила стихи, там, не знаю, какие-то формулы, теоремы. А я, ну, так как-то все шабутной был, короче, не особо что учил. Посмотрел, хоп, и все. И в итоге получалось, что у нас примерно всегда одинаковые оценки. И она все время поражалась, как я так делаю. А я, видимо, неосознанно некоторые вещи воплощал в этих методиках. В частности, например, задали стих учить, то лучше его когда учить перед сном. Чтоб ты минимально башку наполнил информацией. Во сне все это дело переварилось. С утра ты встал, и все помнишь. И минимум усилий. Память развита. И в путь пятерки получать. Ну, или другой пример. У меня ученик есть, который курс проходит на степике по Гошке. И такой говорит, ну, я же должен все последовательно делать. Вот сперва тут все задачи решить в этой главе, только потом к следующей переходить. Я говорю, зачем? Если ты словил за тут, ты можешь просто переключаться. У тебя и контекст переключается, и тут подумаешь, и мозг отдохнет, и так далее. Лучше пошел, потому что тут что-то допонял, тут потом посмотрел под другим углом, и так далее. Так что, важная вещь. После того, как ты научился правильно потреблять информацию, ты должен понять, что одного потребления мало. Четвертое место. Обсуждая изученное. Многие упускают, что развитие человека строится на единстве трех деятельностей. Это труд, познание и общение. Поэтому я тебе рекомендую найти человека, который примерно на твоем же уровне находится в обучении, и вы друг другом начинаете коммуницировать. Например, вы можете обсуждать изученные темы. Ты, например, прочитал что-то там про индексы в базе данных? Ну, прочитал и прочитал, но лучше другому рассказать, как бы объяснить эту тему. Ты учишь другого человека этой теме. А когда ты учишь, ты и сам лучше запоминаешь. Ну, а он тебе другую тему. Вот так друг другу перебрасываетесь, и уже гораздо более качественную информацию запоминаете. Поскольку у другого человека, может, какие-то другие вопросы возникнут. Ты даже не задумывался об этом, когда читал, а он тебе хоп и навел на мысль. А ты такой, блин, действительно, а я это даже упустил. Ну и так вот, таким образом, вы можете в паре действовать. Ты одну тему лучше понял, он другую тему лучше понял. Вы друг друга, как говорится, кросс-опылением занимаетесь знанием и двигаетесь гораздо быстрее. Да и просто веселее. Пример такой был. Мы с парнями и девчонками знакомыми клуб обсуждения систем-дизайна как-то устраивали. Статистику вели, кто кому что, какие темы пересказывал. И систем-дизайн гораздо плотнее в башке оседал. Было веселее. Ну, просто какая-то общая деятельность. Это всегда здорово, весело, интересно. В конце концов, ты можешь кучу новых знакомых завести. Опять же, возвращаясь к линкитину, ты там можешь найти этих людей, с кем ты сможешь попересказывать. Почему бы и нет? В разрезе пересказов, всяких полезных материалов, хочу вам одну статейку посоветовать. У меня подружая работает в Азоне, в самом высоконагруженном сервисе. И вот они там выдерживают нагрузку до миллиона рпс. Какие-нибудь миллион запросов в секунду. Она статейку на хабар качественно написала, как они все это делают. Так что залетай туда, читай полезную информацию. Не забывай плюсики там на хабаре наставить, а то это же здорово. Ну, прикинь, как приятно. Ну и комментарии оставляй, она там на все ответит. Общаясь с товарищами по обучению, ты неожиданно обнаруживаешь, что не только у тебя бывают страхи по поводу дальнейшей деятельности, да и текущей деятельности. И тут мы переходим к третьему месту. Побори их свои страхи. Страхов, конечно, у каждых людей вагон и маленькая тележка. Мы поговорим про такой самый распространенный в IT-страх, это синдром самозванца. У меня, кстати говоря, был отдельный ролик про эту штуку. Так что, если что, посмотрите, тут скоро плашечка вылезет. Главное тут, что, понять, что все с тобой в порядке. Такое случается с многими. И самым взрослым решением, пожалуй, будет поход к психологу. Все вот эти разговоры, поверь в себя, там, отбрось страхи, это все булшит. Потому что у всех разные обстоятельства. В очередной раз напоминаю. К тому же когнитивная привычка. Ну, прикиньте, человек не уверен в себе 30 лет. И тут вы ему говорите, поверь в себя. Так если бы это все так просто было, то, может быть, 30 лет, как-то бы он уже порешал эти проблемы? Нужна качественная проработка. И психолог самая вполне себе разумная вещь. Но самому ты себе можешь помочь хотя бы тем, что не будешь сильно циклиться на установках различных, стереотипах, как-то деценцироваться, стараться от них. Ну, к примеру, тебе говорят, нужно год, чтобы попасть в IT. Если у тебя получается быстрее, да пожалуйста. Или наоборот. Кто-то говорит, я за месяц ничего не знал, получил работу, 100 тысяч получаю, латы пью на ванильном берегу каком-то. Тоже не циклись. Иди в своем темпе. Спокойно, развивайся, видишь. Ты, главное, точки себе, можешь плюсики свои достижения в балкончик выписывать. И такой, о, смотрите, я уже больше строчек кода выдаю. Хотя это, конечно, не показатель, но тем не менее. И это чуть-чуть по разрядит постановку. Опять же, возвращаясь к предыдущему пункту, если ты общаешься с другими людьми, ну, вы как бы страхами друг с другом поделились, и уже как-то проще стало. Ты не один такой. Здорово. Порешав свои психологические проблемы, ты можешь вообразить, ну все, теперь-то никаких проблем нет. А IT это розовая вселенная, где, ну, просто реки, шоколады льются и фонтаны шампанского. Но нет. Второе место. Сними розовые очки. IT это не какой-то отдельный мир, где свои законы. Это такая же отрасль экономики, где балом правит капитал. Но тут не типична для капитализма картина, а именно состоит она в том, что рабочих мест гораздо больше, чем кадров, предоставленных на рынке. Отсюда крупные компании вынуждены создавать шикарные условия, готовые заваливать деньгами, особенно людей с опытом. Но это не значит, что завтра картина может не перемениться. К примеру, говоря, они там будут наращивать, наращивать, обучение кадров, все это выровняется, хренакс, все поменялось, и работодатель так же будет себя вести, как и в остальных отраслях. Потому что балом, я это напоминаю, правит капитал, бабки все решают. Если им будет выгодно хреновые условия тебе делать, они будут это делать. Пока им выгодно делать тебе хорошие условия. Так что очки розовые, все это же ты придержи. И держи руку на пульсе, чтобы в какой-то момент не оказаться у разбитого корыта, как говорится, прозевав поворот судьбы. Проштудировав томик капитала Маркса, ты готов к последнему совету. Первое место. Найди творческое начало. Минимально освоив язык программирования, сразу стремись придумать себе, что походить. Ну, что тебе самому интересно. Возможно, твой ментор сможет скорректировать твою идею, чтобы чуть больше технологий захватить, как-то более релевантный опыт получить. Но если ты найдешь то, что тебе реально интересно, нравится тебе телеграм-боты пилить? Хреначь. Потому что вот это творческое начало, вот эта энергия, она способна творить чудеса. Вот, к примеру, у нас была история, когда нам в школе программирования показали, там Visual Basic был, и нам вроде как нужно было к ЕГЭ готовиться. 11 класс, все дела. Но нас настолько очаровала вся эта история с программированием, мы такие ринулись игры делать, там, не знаю, какой-то ужасный дизайн. Но ты делаешь, тебе прикольно, ты просто целыми днями засиживаешься, и по ходу этого дела ты преодолеваешь столько проблем, столько новому всему обучаешься, и это очень здорово. Я тебе советую найти что-нибудь такое же. Не знаю, боты, не боты, магазины строй, что хочешь делай, там, не знаю, нейронки обучай. Ну, чтобы тебе это было тупо интересно. Ну, и старайся, конечно, с помощью ментора захватить туда релевантный стэк, и все будет здорово. Я всегда говорю, что IT не ограничивается только лишь кодом. И сегодняшние советы это в очередной раз подтвердили. Чтобы грамотно развиваться в IT, найди творческое начало, которое воспламенит в тебе искру. Научись учиться, не забывай отдыхать, обменивайся опыт с другими людьми. И самое главное, помни, что за розовыми очками мира IT есть реальность, которая очень даже сурова. Может так статься, что очки-то у тебя эти отберут. Так что будь бдителен и не расслабляйся. А если хочешь заценить, какие бывают задачки на собесах, то заглядывай в этот ролик, который сейчас выскочит. Я там одну из них разбираю. А этому ролику ставь лайк, чтобы YouTube просто с ума сошел от активности. Это же будет здорово, а? И пиши в комментариях твои мысли по поводу того, как лучше развиваться в IT. Пока.